Ола, амигос! Вы на канале Испания наизнанку, а на дворе-то уже 21 год. Вон на днях Ричард Брэнсон в космос слетал на своем космолетике. Ну, в поддержку космического туризма. А ему, кстати, уже за 70. Ну и основатель Амазона следом. В общем, технологии развиваются. Но так не только на космосе мир клином сошелся. В Европе прошла полевые испытания и система слежения за депутатами во время пленарных заседаний. И тема это, ну, прям вот ржач. Ведь быть депутатом, это же не от слова пахать ради народу. Это значит получить привилегии на дороге, бонусы разные. Ну и чтоб парковку оплачивали. Но, правда, приходится проявляться периодически на рабочем месте. Сидеть с умным видом и закончики принимать. И дело-то тошное, это до жути. Нет, чтобы на удаленку всех перевести. Так хрен же, приезжай и сиди. Слушай, да еще и пальчиком в кнопочке тыкай. Короче, дичь полнейшая. Но, вечная слава и благодарность Стиву Джобсу. Теперь у всех есть смартфончики. А там и мемасики разные, и сторисы ржачные. И в одном только тик-токе можно часть, и в другой убить. Ну и в танчике, конечно, чего уж там погонять-то. Но, все изменилось, и теперь за депутатами наблюдает большой брак. И алгоритмы умные отслеживают, куда смотрит слуга народу. И насколько пристально и долго. И ежели система эта и всемогущий искусственный интеллект определит факт залипания в телефончике, то вот видосик этот, ну, видеофрагмент с нерадивом, отправляется в Твиттер, ну и в Инсту да куча. Вместе с сообщением, а-ля, ну, там, дорогой Пупкин, точнее нет, дорогой депутат Пупкин, просим сосредоточиться на рассматриваемом вопросе. В общем, вселенский позор и память в интернете обеспечена. Но это в Европе. За Россию можно не переживать. Тут такую штуку не ведут. Ибо тут такое не надо. Тут власти рвутся не для того, чтобы себя на всю страну позорить. Тут за другим приходят. Ну, там, для дел благих, жене помочь или родственникам. И работа эта сложная и выматывающая. Да настолько, что вот через 5 лет можно и на пенсию уходить и получать от 220 тысяч рублей в месяц. Именно такие пенсии и минимальный срок для выхода на пенсию. Услуг народа в России. Для сравнения. Простой смертный через 40 лет работы получает пенсию около 15-17 тысяч рублей. Но то простой человече, а то депутат. Человек, у которого за людей сердце болит и от того здоровье рушится. Ну, прям, ну, моментом. И на пенсию можно уже через 5 лет. Ну и так, чисто поржать. Зарплата депутата в Испании около 3 тысяч евро. И пенсия около 2400. И в рублях это сейчас 216 тысяч рублей. Так пахать надо будет не 5 лет, а минимум 15. Вот видите, в чем-то Европу эту уже и обогнали. Ну, по пенсии и по сроку выхода на нее. Да и вообще, для введения таких штук в эксплуатацию требуется кворум тех самых кадров. Которые данную идею, конечно, не поддержат. Ну, они вообще очень ревностно относятся ко всему. Ну, своему. В том числе и ко времени, которое они обязаны проводить в Государственной Думе. Хотя говорить плохо о них нельзя. Порой они и о гражданах страны думают. Вот пару недель назад не поддержали законопроект о дополнительном налогообложении. Вот видите. А мы о них только матом. Да матом. О чем, кстати, законопроектик-то был? Давайте вспомню. А, ну да. О налогообложении индивидов, имеющих в собственности яхты, личные самолеты, дорогие квартиры, машинки а-ля Бентли. Вот молодцы. Все о людях, о народе пекутся. Это вам не Париж, не Вена, не Лондон. Это Россия. Тут же у каждого второго и самолет, и яхта есть. Ну и в продолжение тем о технологиях. Хоть Испания и реально немного от остального мира в этом плане отстает, но порой тоже может удивить. Вводят тут новые идентификационные карты. Ну или удостоверение личности, по-нашенски. И правительство на это аж выделило 4,5 мульта евро. Теперь на карточках будут фигурировать биометрия лица владельца. Ну а-ля вот есть те, кто знает, как у iPhone Face ID работает. Ну вот плюс-минус то же самое. Также будут сканировать лицо и эти данные заливать на карту. И теперь идентификация человечеков будет проходить не только по отпечаткам пальцев, ну как это реализовано сейчас, ну и по метрикам лица. И вот они, конечно, говорят, что это все для безопасности и вообще кругом один позитив. Но только все эти данные будут храниться на серверах. И вся байда происходит в Европе, которая вся такая, знаете, за защиту персональных данных топит. И все бы было бы круто, если бы не. Во-первых, мы прекрасно знаем, как любые данные утекают налево при содействии всяких злобных хакеров или при помощи менее злобных бумажек с разными циферками, физиономиями и памятниками архитектуры на них. И во-вторых, вся прелесть этой идентификации будет звучаться в том, что все это будет кооперироваться с наружными камерами слежения. Ну и как следствие, большое европейское око будет следить за тобой. Притом, правительство в открытую заявляет, что такая возможность, конечно, есть, но на первом этапе реализована она не будет. И спекулируют они тем, что пока нынешние камеры с низким разрешением, но не в состоянии давать качественные результаты распознавания лиц. Но это те, что совсем древние-древние, в которых еще вот об HD и речи не идет. Ну вот тут они, конечно, может и говорят правду, но не всю. Старые аналоговые камеры и правда не в состоянии ничего определить, но это только на приличном расстоянии. А если близко? А если в упор? То есть я говорю не о тех, что трафик контролируют на столбах, а, к примеру, о тех, что на дверях в подъезде или на светофоре болтаются. Ну окей, поверим им на слово. Только тут такая вот тема. Вы сейчас смотрите этот видос, снятый уже в 4К, а это даже не 1080. И эта технология 4К, вот в ней нет ничего заоблачного ни по цене, ни в доступности. А сейчас, кстати, уже есть и 8К, и больше. А значит, через пару-тройку лет, когда новые документы личности будут повсеместно, камеры уже будут такие, что, ну, съемки со столба не только черты лица снять смогут. Здравствуйте, вы бросили бычок на землю. Мы также обратили внимание, что у вас перхоть. Могу порекомендовать отличный шампунь и записать завтрак парикмахеру на 14 часов. Квитанции за правонарушение отправлены вам на электронную почту. Штраф будет списан автоматически. Хорошего дня. Спасибо за поддержку инноваций, упрощающих вашу жизнь. И вот на все это смотреть, безусловно, забавно. С одной стороны, весь Европарламент осуждает Китай, который пользуется этими технологиями. А-ля нет никакой конфиденциальности, нету защиты данных. Все бегают с голой задницей под бдительным оком решилье. А с другой стороны, идут теми же стопами по той же самой дорожке, только с опозданием на несколько годиков. Кстати, в Америке такая технология давно используется. Только некоторые штаты ее законодательно запретили. Ну, такие как Калифорния, например. Дебаты, конечно, ведутся и очень серьезные. Но пока между странами нет общего согласия. Но разговоры-то идут только по поводу второго шага, а именно интеграции с камерами наблюдения. По первому вопросу все уже давно решили и запустили. И такие паспорта и карты начали уже появляться. Но вот я думаю, что вторая тема – это вопрос очень и очень короткого промежутка времени. Варианты есть. Может и так прокатится, а может народ на улицу высыпет. Ну, тогда придется по другому пути идти. Ну, как это обычно бывает. Устроить что-нибудь где-нибудь, и все радостно согласятся с тем, что для противодействия мировому злу мы должны поступиться принципами защиты конфиденциальных данных. И это работает во всех странах и во все времена. И этим давно научились пользоваться те, кого, ну, в какой-то момент народ любить перестает. Лишь бы предлог был, а место всегда найдется. Ну, в метро там или в аэропортике, ну, или в театре в каком-нибудь. Примеров же много. Кстати, если чего, я о перформансах говорил. Ну, там, театрализованных шоу-программах с песнями, с плясками и сладкой ватой. А не то, о чем вы подумали. Движемся мы так неуклонненько в эпоху глобального контроля и слежения. Так что, если чего. Ну, а вы были на канале Испания наизнанку. Ставьте лайк, если вам понравился видос. И подписывайтесь, если все еще этого не сделали. Ну, и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok